Всем привет! Вы находитесь на канале Катя Дима, и сегодня с вами я, Катя. Димы не будет, потому что я буду вам рассказывать про свои женские штучки, про то, что я купила для малыша, что я возьму с собой в роддом. В общем, то, в чем Дима точно не разбирается. Ну а в конце видео мы с вами вообще подумаем над именем нашего малыша. Ну а сейчас желаю тебе приятного просмотра. Но перед началом просмотра мне нужно тебя кое о чем попросить. Мы с Димой посмотрели статистику и поняли, что 92% нашего зрителя не подписаны на нас. То есть вы заходите, смотрите наши видео и не оставляете подписку, а мы стараемся именно для вас. Поэтому будем рады, если вы подпишетесь прямо сейчас и желаем вам приятного просмотра. На самом деле у меня уже все готово. Сумка в роддом, набор на выпуску. Грыться все свое нашел с тобой. Я нашла один минус, снимать видео без Димы. Очень тяжело все самой тащить. Распаковка! Это мои уже вторые роды, и поэтому в этот раз я еду в роддом не с пакетами, а с сумкой в роддом. Если реально вспомнить наши первые роды, то мы с Димой ехали с пакетами, потому что каждый раз в последний момент что-то докладывали. И в последний момент я говорю, вот это еще возьми, и вот это возьми, и вот это может понадобиться. В итоге половина не понадобилась, но тем не менее в этот раз есть сумка, и я уже выгляжу как опытная роженица. Итак, начнем. Конечно же, эта сумка у нас разделена на несколько блоков, чтобы было удобно что-то найти. Конечно же, можно пройтись по самому необходимому. Это трусы после родов. Это у нас вкладыши для груди. Дальше прокладки после родовы. На самом деле, все вот это выдается в роддоме, но я помню, что мне было дискомфортно что-то просить иной раз там, и мне было сложно того, что у меня этого не было, поэтому кайфово, когда ты берешь что-то с собой, просто знаешь, что у тебя это есть. Тем более, это все тебе также понадобится после выписки из роддома. Следующий лот это то, из-за чего мы с Димой даже успели поругаться, потому что это тапочки в роддом. Я не знаю почему, но я очень хотела, что в первую, что сейчас во вторую беременность, рожать в новых тапках. Дима такой, да возьми с дома любые, типа, что ты будешь новую покупать? Нет, я сказала, мне нужны свежие новые тапочки, которые я буду рожать, поэтому вот они и ждут своего часа. Так как у меня, возможно, будет кесарево, а это операция, то обязательно компрессионные чулки, которые будут у меня в сумочке. И все для малыша. Это подгузники, влажные салфетки, конечно же, смесь, потому что я хочу, чтобы если мы и начали прикорм, то с той смеси, которой я хочу кормить ребенка, а не так, что в роддоме дали одно, а потом мы переводим на другую. Ну и, соответственно, бутылочки, сосочки, в общем, все то, что может пригодиться в первые дни жизни малыша. И самое основное, что облегчило мой выбор и мою жизнь при сборе сумки в роддом, это набор нашей косметики Аврора Косметикс. Почему облегчило? Потому что я точно знаю, что мне понадобится в роддоме. Это наш крем под подгузник, наш увлажняющий крем защитный для тела и гей для душа, шампунь 2 в 1 для подмывания и, собственно, первого душа малыша. Это наборчик, который подойдет малышу с первых дней жизни. Ссылочку на него мы оставляем внизу, в описании, поэтому заказывайте. И, кстати, дополняя сумку уже перед выездом в роддом мыльно-рыльными и всеми средствами, которые я буду пользоваться в роддоме, я еще с собой обязательно возьму крем для растяжек, потому что животик после родов нужно будет активно восстанавливать, и наш крем будет кстати. А сейчас предлагаю пройтись по квартире. Я покажу, что мы купили нового для малыша, что у нас осталось от Аврора, какие места в квартире мы уже успели оформить для встречи с малышом, а какие еще у нас впереди. Итак, почему-то это у нас оказалось здесь, где хранится именно хоккейная форма. Но это понадобится ванной, когда малыш уже родится. Это вот такая ванночка. Не знаю, в этот раз я решила купить просто вот такую штуку, потому что у нас есть полноценная ванна, я не стала покупать ванночку. Купила вот такую вот подставочку, чтобы купать пупсика. Дальше вот тут можно увидеть у нас остался кокон от Авроры, вот такие вот всякие игрушки. И наша вторая коляска. Я ее называю коляска внедорожник, потому что она очень большая, она очень практичная, она реально везде может пройти и везде с ней удобно ходить, поэтому мы ее оставили собственно от Авроры и решили, что как основная коляска она прям супер топ. Дальше мы идем в комнату, которая кстати раньше была оброшена, потом она переехала в другую. Здесь мы уже обратно пересобрали кроватку Авроры, получается под формат Newborn. То есть она раскладывается еще дальше. Здесь у нас Авроша приучалась спать отдельно. Сейчас, когда Авроша уже своя полноценная кроватка, как для настоящего человека-подростка, мы пересобрали кроватку, положили сюда кокон. Мы прекрасно понимаем, что первые месяца, когда ребеночек все не переворачивается, он скорее всего будет спать в коконе, даже в кроватке, потому что это удобно. Но опять же будем смотреть по ситуации. Эта кроватка скорее всего переедет в нашу комнату с Димой, чтобы стоять у кровати, где будем спать мы. Но пока она ждет своего часа именно здесь. Следующий наш обзор на конверт для выпуски. На самом деле сначала я думала, что выписываться в зимнее, в холодное время года очень тяжело, потому что это хочется, чтобы было и красиво, и эстетично, и при этом практично, и тепло. И поначалу я думала, что не найду то, что хочу. Но я была не права. Та-дам! В общем, в бренде Татоми я нашла вот такой прикольный конверт вместе с теплым костюмчиком. Просто посмотрите на эти размеры. Просто это что такое? У нас с Авророй уже раз пять больше, чем этот костюмчик. И когда я сейчас заново покупала все эти детские вещички, я, конечно, проностальгировала очень сильно. И самое главное при выборе костюмчика на выписку, конечно, это светлые оттенки, потому что мы с зимой, скорее всего, тоже будем светлым. И для меня самое главное было, чтобы не просто конверт супер какой-то красивый, кружевной, который мы выписались, и он лежит потом без дела, а по факту это очень практичный костюмчик, очень практичный конверт, который влезет в любую люльку-коляску. Его потом можно использовать, собственно, всю зиму, потому что мы как раз рождаемся в начало зимы, и еще всю зиму будем ходить в этом классном костюмчике. Поэтому, мне кажется, для пацана в меру нарядно, в меру мимимишно, практично и очень даже прикольно выглядит. Ну что, у нас еще осталось из того, что я не показала, это бутылочки, в роддоме в этот раз тоже поеду со своей уже бутылочкой, чтобы не было вот этих вот постоянных смен на случай, если будет смешанное вскармливание с рождения. Ну и, конечно же, всякие мелочи, все равно остались от оврожки, это триммер для ногтей, это всякая бытовая мелочушка, конечно же, что-то я покупала новое, это стерилизатор для бутылочек, сами бутылочки, соски, в общем, все эти бытовые мелочи, ну а прямо сейчас мне уже не терпится распаковать нашу новую коляску. Этого момента я ждала, наверное, больше всего, потому что эта коляска пришла несколько недель назад, но ради этого видео я оставила ее на распаковку именно сейчас. Для тех, кто не знает, это Дуна, которая успела, наверное, зарекомендовать себя в мире колясок как самая крутая коляска, которая используется как автокресло, и это действительно удобно, когда у тебя есть и своя машина, и ты часто передвигаешься на такси, у нас самый новый аппарат для нашего мужика. Вот так вот коляска выглядит, собственно, в собранном виде, она достаточно не тяжелая. Короче, для тех, у кого была Дуна, и для тех, кто знает, что это такое, здесь основное ее отличие от первой Дуны, что у нее есть три положения, теперь она не в одном положении, где ребенок как бы непонятно, то ли сидит, то ли лежит, а теперь здесь есть положение сидит, как-то называется релакс, отдыхает и спит. Поэтому это тоже очень круто. Этот момент они проработали. Это я уже знаю... Это, наверное, курьер. Собаки уже встречаются. Чтобы ты понимал, это уже третья за эту неделю. Ребят, мы, конечно, безумно вас всех любим, но когда вторгаются в наше личное пространство, если честно, уже начинает надоедать. Мы переезжали уже раза три со съемных квартир, и везде вот одна и та же песня. Давайте посмотрим, что на этот раз. Привет, Катя, Дима. Я вас люблю, позвоните мне или я спалю, где вы живете. Как на это реагировать? Ну, типа, что мне? Звонить, чтобы они потом мне смс-ки по ночам звонили. Кстати, подожди. А что если мы реально позвоним? Только с твоего номера. Давай. Интересно, что мне скажут. Ох уж эти детские угрозы. Алло. Весь телефонный разговор я записала и выложила в наш телеграм-канал. Кому интересно посмотреть на то, как мне угрожали слить адрес и номер телефона, переходите и смотрите продолжение. Но также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Так, давайте не будем зацикливаться на этой истории. Кому интересно, сами посмотрят все в телеграм-канале. Потому что нам прямо сейчас важно обсудить еще один момент. Это имя нашего будущего малыша. Скажем честно, когда мы еще не знали пол нашего ребенка, у нас уже было имя для дочи, если бы это была дочь, и для сына. Но почему-то мы думали, что будет дочь, поэтому как-то даже не углублялись в варианты для мальчика. Когда мы узнали, что будет пацан, у нас было одно имя, к которому мы поначалу начали прислушиваться, привыкать. Ну, знаете, вот этот момент, когда ты живешь и пытаешься там назвать его этим именем, чтобы подумать, как тебе вообще... Ну, ты же понимаешь, ты потом всю жизнь будешь так называть человека. И вот, когда мы уже думали, что имя выбрано, и мы попросили наших подписчиков в телеграм-канале, чтобы они написали варианты мужских имен. Как-то вечером мы решили прочитать, посмотреть, может быть, мы какой-то вариант не заметили, просмотрели, и одна девочка написала имя, которое безумно забала нам душу, и поняли, что да, это то, что нам подходит, это то, что нам нравится, это то, что нас очень сильно связывает и объединяет, и поэтому решение было изменено. Мы передумали, поэтому, когда нас спрашивают, решили ли вы с именем, мы не торопимся говорить точно да или нет, потому что у нас уже было одно четкое имя, которое мы успешно уже передумали. То имя, которое мы выбрали для нашего сына сейчас, о нем, можно сказать, никто не знает, потому что мы хотим, чтобы после рождения, знаете, когда ты смотришь на ребенка, ты его называешь этим именем, и ты понимаешь, оно идет ему или нет. Поэтому мы ждем, во-первых, первой встречи, чтобы понять, подходит ли то, что мы про него думаем с именем для него самого, и потом, конечно же, вы узнаете. Ну а прямо сейчас вы можете написать в комментариях, как вы думаете, какое было то самое первое имя, которое мы уже думали, что точно выбрали для своего малыша, и какое в итоге есть сейчас. Для тех, кто угадает, каким именем мы назовем малыша сейчас будет от нас классный подгон, поэтому пишите и пытайтесь свою удачу и интуицию. Ну а прямо сейчас мы будем заканчивать это видео. На самом деле, как-то грустно понимать, что это последнее видео на канале, где я буду с животиком, потому что после этого видео я уже, наверное, спустя несколько недель поеду точно уже рожать. Ну а дальше вы все и так узнаете. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, спасибо, что были со мной, если честно, немного непривычно снимать видео без Димы. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, поэтому обязательно напишите про это в комментариях. Хоть я и зайкаюсь, что я такая опытная мамаша, и второй раз иду рожать, но я понимаю, что я еще очень многого не знаю, поэтому более опытные мамочки я также жду вас в комментариях. Пишите по своему опыту, что я купила лишнего, что я, может быть, забыла. Я успею прочитать и докупить до родов. Поэтому спасибо, что были со мной. Ставьте ваши сердечки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, ждите видосов с родов, с выписки. В общем, контента будет очень много крутого, классного для вас.